Сура 42. Совет. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Ха-Мим. Айн-Син-Каф. Вот так внушает откровение тебе, о Мухаммад, и тем, которые были до тебя, прежним пророком. Аллах Величественный, Мудрый. Только Ему принадлежит всё то, что в небесах и на земле. И Он высочайший, своей сущностью и своим могуществом, великий, которому принадлежит величие и слава. Готовы небеса разверзнуться, расколоться над ними, а ангелы восславляют Господа своего, вознося хвалу Ему, и просят прощения тем, кто на земле из числа верующих. О да, знаете, поистине Аллах прощающий, милосердный. А те многобожники, которые взяли себе помимо Него, Аллаха, покровителей, обращались за защитой и покровительством к измышленным божествам, Аллах сам наблюдает за ними и сохранит им их плохие деяния. Они не пропадут никуда, до дня суда, чтобы воздать им за это наказанием в аду. И ты, о посланник, не поручитель за них, тебе не поручено сделать их верующими. Ты лишь посланник от Аллаха и доводишь до них то, что Он повелел тебе. И таким же образом, как внушили прежним пророкам, внушили мы тебе, о Мухаммад, Коран, который на арабском языке, чтобы ты увещевал, предупреждал о наказании, мать селений и городов, самый главный город, Мекку, и тех, кто кругом нею, других людей. И увещевал, предупреждал о дне собрания, дне суда, когда будут собраны все творения, в котором, в том, что он будет, нет сомнения. Из собравшихся всех творений, часть окажется в раю, верующие, и часть окажется в пламени, в аду. А если бы Аллах пожелал, то непременно Он сделал бы их одной общиной, все люди были бы одной веры. Но Он вводит в свою милость, в истинную веру, кого пожелает. А притеснители, многобожники и неверующие, нет у них ни покровителя, который заступился бы за них, ни помощника, который защитил бы их от наказания Аллаха. Неужели они, многобожники, взяли себе покровителей, помимо Него, Аллаха? Так ведь только Аллах есть покровитель, который покровительствует своим верующим рабам, помогая им во всех делах. За Его покровительством обращаются Его рабы своим поклонением и покорностью. Он оживляет умерших, воскрешая их, и Он мощен над каждой вещью, всемогущ. И любое то, относительно чего вы, о люди, разошлись, стали разногласить, то Его решение нужно искать, обратившись к Аллаху, в Его книге и в сунне Его посланника. «Вот таков Он вам, Аллах, Господь мой, на Него я положился в моем деле и к Нему обратился во всех моих делах. Творец небес и земли, Аллах создал небеса и землю по Своей воле, Своему могуществу и по Своей мудрости. Он сделал вам из вас самих же супруг, чтобы обретать спокойствие вместе с ними, и из скота пары. Он распространяет вас, увеличивает вашу численность этим. Нет никого и ничего подобного Ему, ни в сущности, ни в именах, ни в особенностях, ни в деяниях. И Он всеслышащий, всевидящий. Ему принадлежат ключи небес и земли, ключи милосердия и удела творений. Он уширяет, увеличивает удел, кому пожелает, из числа своих рабов, и ограничивает удел, кому пожелает. Поистине Он о всякой вещи, обо всем знает. 1. Узаконил. Ясно разъяснил и установил Он, Аллах, для вас, о люди, в вере и законе, в основе веры, то же самое, что и завещал пророку Нуху, чтобы он исполнял это и доводил до людей, и что внушили мы откровением тебе, о Мухаммад, и что завещали пророкам Ибрахиму, Мусе и Иисе, для исполнения и доведения до людей. Исполняйте веру и закон, придерживаясь единобожия, полностью повинуясь Аллаху и поклоняясь только Ему, и не расходитесь во мнениях относительно не Ее, веры и закона, а именно Ее основы. Велико, тяжело для многобожников то, к чему ты, о Пророк, призываешь их, выбор единобожия, покорности и поклонения Аллаху и оставления поклонения идолам. «Аллах избирает для себя, для приближения к себе через единобожие и покорность Ему, кого пожелает из своих рабов, и ведет к себе того, содействует в делах повиновения Ему, кто обращается к Нему». И разделились они, многобожники, на разные религии и толки, лишь только после того, как пришло к ним знание от Аллаха, часть которого содержится в его книге, и часть которого передал от него его посланник. Из злобной зависти между собой. «А если бы ни слово от твоего Господа, обещание об отсрочке наказания на определенный срок до дня суда, которое было дано раньше, то непременно, уже в этом мире, было бы решено между ними. Он наказал бы неверующих из них и спас бы верующих». «И поистине, те, которые унаследовали Писание, Тору и Евангелие, после них, после тех, которые впали в разногласия относительно истины, они однозначно пребывают в обвергающем в растерянность сомнении об этом, об истинной вере и законе. Так к этому, к истинной вере, призывай рабов Аллаха, о посланник, и придерживайся прямоты, как повелено тебе Аллахом, и не следуй за их прихотями, за прихотями тех, кто сомневается в истине и отворачивается от веры. «И скажи, я уверовал в то, что не спасал Аллах из Писания, во все книги, которые Аллах не спасал своим посланникам. И мне, пророку, повелено быть справедливым между вами. Аллах наш Господь и ваш Господь. Нам наши деяния, вам ваши деяния. Нет доводов между нами и вами, нет смысла нам спорить с вами, после того, как стала ясной истина. Аллах соберет нас всех в день воскрешения и по справедливости рассудит нас. И к нему возвращение всех, и воздаст он каждому потому, что тот заслуживает. А те, которые припираются с верующими, спорят, пытаясь переубедить их, относительно Аллаха, относительно самого Аллаха и его веры, после того, как ему было отвечено, после того, как люди откликнулись на призыв к истине и стали покорными ему, доводы их, неверующих, ничтожны перед их Господом, а на них гнев Аллаха в этом мире и для них наказание сильное, ад, в вечной жизни. Аллах, он тот, который не спасал книгу, Коран и прежние книги, с истиной, с правдой, и весы, справедливость, чтобы судить между людьми по справедливости. И откуда знать тебе, о пророк, может быть, час наступления дня суда уже близок? Торопят с ним, насмехаясь, говорят, чтобы день суда наступил, те, которые не веруют в него, в этот день, а те, которые веруют в него, в этот день, боятся его, его наступления, и знают, что он, день суда, истина, действительно будет. О да, поистине, те, которые сомневаются о часе, однозначно пребывают в далеком от истины заблуждений. Аллах добр к своим рабам, он дарует удел, пропитание, кому пожелает, и он всесильный, величественный. Кто желал урожая, награды вечной жизни, исполнял свои обязанности перед Аллахом, совершал благие деяния только ради него, и расходовал свои средства для призыва людей к исламу, то тому мы увеличим его урожай, награду, от десяти до семисот раз и более. А кто желает урожая этого мира, живет только для этого мира, мы дадим ему его, награду этой жизни, но не будет ему в вечной жизни никакой доли, никакой награды. Или у них, у этих многобожников, есть сотоварищи, те, которых они взяли себе за богов, кроме Аллаха, которые установили законом, им, многобожникам, в вере то, чего не дозволил Аллах. И если бы не слово о разделении, решении и обещании Аллаха об отсрочке их наказания, то непременно было бы между ними решено, уже постигло бы их наказание в этом мире. Поистине, притеснители, им приготовлено мучительное наказание в вечной жизни. Ты, о посланник, увидишь, как притеснители, неверующие, в день суда будут страшиться наказание Аллаха от того, что они приобрели из-за своих грехов, и это наказание постигнет их. А те, которые уверовали в Аллаха и совершали праведные деяния, повиновались Аллаху, окажутся в садах рая. Для них будет все, что они пожелают у их Господа. Это то, что Аллах дарует им, великая щедрость. Это, весть о великом даре и вечной жизни, то, чем радует Аллах своих рабов, которые уверовали и совершали праведные деяния. Скажи, о посланник, тем, которые сомневаются в наступлении дня суда из числа многобожников. Не прошу я у вас за это, за то, что призываю вас к той истине, с которой пришел к вам награды, имущество, а прошу я у вас только любви из-за родства, чтобы вы не препятствовали мне доводить до людей слово Аллаха. Кто совершит благое, тому мы увеличим это благом. Поистине, Аллах прощающий грехи своих рабов и благодарны им за их благодеяние и повиновение ему. Или они, многобожники, скажут, измыслил он, Мухаммад, на Аллаха ложь. Многобожники считали, что пророк Мухаммад сам сочиняет Коран. Если бы пожелал Аллах, то он наложил бы печать на твое сердце. Если бы ты, о пророк, сделал так, то Аллах закрыл бы твой разум. И стер бы Аллах ложь и утвердил бы истину своими словами. Поистине, он знает про то, что в грудях, душах его творений. И только он, Аллах, тот, который принимает покаяние своих рабов, когда они возвращаются к единобожию и повиновению ему, прощает плохие деяния и знает то, что вы совершаете, все ваши деяния. И ответили те, которые уверовали и совершали праведные деяния Господу своему, когда он обратился к ним, и они повиновались ему. И он прибавит им из своей щедрости вдобавок ко всему тому, что они попросят у него. Они верующие, для них жестокое наказание. Ад. Если бы уширил Аллах удел своим рабам, дал бы больше их потребностей, то они непременно стали бы злочинствовать на земле, но он низводит удел по определенной мере, как пожелает, делает одних богатыми, а других бедными. Ведь поистине он о своих рабах сведущий, знает, в чем для них благо, видящий. И только он, Аллах, тот, который низводит с неба дождь после того, как они отчаялись в том, что будет дождь, и распространяет свою милость среди своих рабов. И он, покровитель, достохвальный. И из его знамений, указывающих на его величие, могущество и власть, сотворение небес и земли и сотворение тех животных, что он в них на небесах и на земле рассеял. И он сможет собрать их после их смерти для стояния в день суда, когда пожелает. А что постигает вас, о люди, из несчастья в этом мире, то это за то, что обрели ваши руки, за грехи, и при этом он еще прощает многое. И вы, о люди, не можете ослабить могущество Аллаха на земле, не сможете убежать от его наказания. И нет вам, помимо Аллаха, ни покровителя, который заступился бы за вас, ни помощника, который защитил бы вас от наказания Аллаха. Из его знамений, плывущие по морю суда, как горы. И если он пожелает, то успокоит ветер, и они, корабли, останутся спокойными на его поверхности. Поистине, в этом, в том, что корабли плывут по морю и останавливаются, однозначно, знамение для всякого терпеливого в повиновении Аллаху, благодарного за благо и щедрости Аллаха. Или он погубит, утопит их корабли за то, что они приобрели, за грехи тех, которые плывут на них, и при этом он еще прощает многое. И пусть знают те, которые припираются о наших знамениях, приводя ложные доводы, что нет им спасения от наказания Аллаха. И все, что вам даровано, имущество и дети, то это удел жизни ближней, приходящие блага этого мира. А то, что у Аллаха вечные блага рая намного лучше и длительнее, вечно для тех, которые уверовали и на Господа своего полагаются, уповают. И тех, которые отстраняются от совершения тяжких грехов и мерзостей, еще более тяжких, а когда гневаются на кого-либо, то прощают его, надеясь на награду от Аллаха. Смотрите комментарии в суре «Звезда», аят 32. «И тех, которые ответили своему Господу, когда Он призвал их к признанию Его единственным и единым Богом и повиновению Ему, и совершали обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой. А дело их, когда они хотят что-либо сделать, по совету между ними, советуются друг с другом, и из того, чем мы наделили их, из своего дозволенного имущества, расходуют на пути Аллаха как обязательную и добровольную милостыню. И тех, которые, когда на них посягают, они мстят ему, не переходя пределов. И воздаяние кому-либо за совершение им обиды должна быть обида, подобная, равная ей, но не больше. А кто же простит обидчика и примирится, стремясь этим к довольству Аллаха, то награда его будет у Аллаха. Аллах сам вознаградит его. Поистине, он, Аллах, не любит притеснителей, тех, которые посягают на права других. И действительно, тот, кто мстит, берет свое право. После причиненной ему обиды, то против таких нет пути, упрека. Путь, упрек, есть только к тем, которые обижают людей и злодействуют на земле без права. Для таких будет мучительное наказание в день суда. И конечно, тот, кто терпит причиняемые ему обиды и прощает обидчика, поистине, это однозначно из твердости в делах является похвальным и достойным качеством, за которое Аллах дарует большую награду. А кого Аллах вводит в заблуждение из-за того зла, что он совершает, то нет для того никакого покровителя после него, который наставил бы его на истинный путь. И ты, о посланник, увидишь притеснителей, неверующих, после того, как они увидят наказание, как они скажут своему Господу, нет ли пути к возвращению в мир, чтобы стать покорными тебе, но им не будет отвечено. И ты, о посланник, увидишь, как они, неверующие, будут представлены перед ним, адом, поникшими от унижения. Они будут смотреть, скрывая взоры от страха. И скажут те, которые уверовали, когда окажутся в раю, и уже после того, как увидят, что случилось с неверующими. Поистине, потерпевшие убыток те, которые нанесли убыток самим себе и своим семьям в день воскрешения, войдя в ад. О да, поистине, притеснители вечной жизни окажутся в постоянном, непрекращающемся наказании, в аду. И не будет у них, у этих неверующих в день суда заступников, которые помогли бы им спастись от наказания Аллаха, помимо Аллаха. А кого Аллах в этом мире ведет в заблуждение из-за его неверия и беззакония, то не будет для него пути, по которому он пришел бы к истине в этом мире и в рай вечной жизни. Только Аллах наставляет своих рабов на истинный путь, и только Он вводит их в заблуждение, когда они многократно отворачиваются от той истины, которой он их зовет. Ответьте вашему Господу, о неверующий, уверуйте и станьте покорными ему, прежде чем наступит день, день суда, которому нет возврата от Аллаха, наступление которого невозможно отвратить. В этом аяте содержится указание на то, чтобы не откладывать с верой и праведными деяниями, так как затягивание с этим может иметь самые плохие последствия. Не будет у вас убежище от наказания Аллаха в тот день, в день суда, и не будет у вас возможности отрицать ваши грехи. Если же они, многобожники, отвернутся от веры в Аллаха, то мы ведь не послали тебя, о посланник, над ними хранителем, который охранял бы их деяние и затем был бы за это спрошен Аллахом. На тебе, о посланник, лежит обязанностью только доведения до людей истины, с которой тебя послал Аллах. И поистине, мы, когда даем человеку вкусить нашу милость, даруя ему богатство и другое, он радуется ей, а если их постигнет плохое, бедность, болезнь и другое, за то, что раньше уготовали их руки, за грехи, которые они совершили, то ведь человек неблагодарен и считает беды и забывает о дарованных ему Аллахом благах. Ему принадлежит вся власть, полное владение и управление над небесами и землей. Он создает то, что пожелает, и он дарует, кому пожелает, только женское потомство, дочерей, и дарует, кому пожелает, только мужское потомство, сыновей. Или он дарует им пару, как мужского пола и женского, дарует детей обоих полов, а кого пожелает, делает бесплодным, у которого не будет детей, ведь поистине он знающий, знает, что творит, могущий создать то, что пожелает. И не было так, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как только через откровения, которые он ему внушал наяву или во сне, или через завесу, когда человек слышал его, но не видел. Или посылал посланника, ангела, который открывал ему, человеку, по его дозволению, что он желал. Поистине, он высокий, своей сущностью, своими именами, описаниями и деяниями, мудрый. И так, как мы внушали откровениям прежним пророкам, мы внушили тебе, о Мухаммад, Коран, духом от нашего веления. И ты до этого не знал, что такое книга, прежние книги, которые не спасал Аллах, и вера. Но мы сделали его, Коран, светом, которым мы ведем истинным путем, кого пожелаем, из числа наших рабов. И поистине, ты, о посланник, однозначно ведешь, указываешь к прямому пути Исламу, полной покорности Аллаху, пути Аллаха, которому принадлежит все то, что в небесах и все то, что на земле. О да, ведь к Аллаху возвращаются все дела, как благие, так и плохие. И он воздаст за них, соответственно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...